Операцию по удалению большой опухоли на шейных позвонках и установку имплантов недавно перенёс 16-летний Артём. Уникальную у страны Балтии процедуру провели врачи детской клинической университетской больницы. Пациент сам связался с русским вещанием, чтобы поблагодарить врачей и медсестёр. Галина Сладовников продолжит. Операция по удалению опухоли на позвоночнике и установке системы имплантов длилась почти 8 часов. Опухоль повредила несколько шейных позвонков. Операция была не только сложной, но и в своём роде уникальной. Именно наши хирурги, первые в странах Балтии, установили импланты пациенту детского возраста. Импланты, которые с одной стороны фиксируют позвонки, но при этом сохраняют подвижность позвоночника. Когда убирается большая масса опухоли, тогда остаётся пустота и нестабильность, которую надо фиксировать. И для этого есть технические решения, которые нам позволяют фиксировать позвонки, чтобы предотвратить образование нейрологического какого-то вторичного повреждения из-за нестабильности. И это нам удалось сделать. Мы использовали новейшее поколение систему фиксации, систему имплантов, которая нам действительно позволила сделать довольно короткую, но в то же время стабильную фиксацию. Подготовка к этой операции тоже была непростой, говорят врачи. Чтобы избежать большой потери крови, пациенту была сделана эмболизация или закупорка некоторых сосудов. Но всё прошло нормально, и пациент уже выписан домой. 16-летний Артём сам связался с нашей службой новостей. И с разрешения его мамы мы с ним поговорили. Третий отдел моей больницы. Это вообще очень прекрасная поддержка была. Очень хороший состав медсестёр. То есть они мне в любом, в любой моей просьбе помогали мне. И, конечно, огромная благодарность моему хирургу. Я не смогу коньяксу за то, что он сам рискнул это всё сделать. Это необычная операция. По словам врачей, самый важный — первый год после операции, когда необходимо будет не только контролировать процесс вживления имплантов, но и пройти реабилитационные мероприятия.